Картина, которую сегодня мы знаем, как «Ночной дозор», называется в оригинале иначе, а именно выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга. В 1639 году стрелковое общество пожелало запечатлеть себя в веках. Это сегодня для фото вам нужны несколько минут и селфи-палка. А в 17 веке без художника было не обойтись. Да и стоило это прилично. За свой труд Рембрандт получил 1600 гульденов, почти по 90 гульденов с каждого заказчика. Когда почтенный Дон платит такие деньги, он, конечно же, ожидает, что на плотне его представят, во-первых, достойным мужем, а во-вторых, сделают модно и красиво. Примерно так это и было. Вот тебе гульдены, сделай нам красиво. Но одно дело красиво для военных, а другое дело для художника. Да еще и такого, как Рембрандт. В общем, когда заказчики увидели картину, они были вне себя. Ожидалось, что это будет парадный групповой портрет, как у всех. А Рембрандт вместо этого изобразил роту, идущую в сторону зрителя в каком-то смятении. Это уже не бравые господа, а какие-то смешавшиеся в кучу, взволнованные люди. И что значит все эти намеки на полотне? Например, Ван Рейтенбург на переднем плане одет в сияющее золото, а стоящий по левую руку от него – баннинг-кок в черный сатанинский наряд. Почему же второй так превышает первого в росте, а тень от руки дьявола падает на его напарника в районе ниже живота? И, кстати, почему выделены только трое? Девочка еще какая-то затесалась, а весь отряд на втором плане. Один из вариантов интерпретации – религиозный. Полотно симметрично разделено и говорит о союзе голландских протестантов и католиков. Так, более высокий капитан в черном символизирует голландское протестантское руководство, которое поддерживают лояльные католики в лице лейтенанта. Важный момент. Фигуры почти в натуральную величину за счет масштаба полотна, оно все-таки 3,5 на 4,5 метра. Таким образом, Рембрандт создает иллюзию, что персонажи вот-вот спрыгнут с холста и окажутся рядом со зрителем. Выделенная светом фигуры девочки – концентрация атрибутики аркебузиров, предтеча мушкетеров. Человек перед ней в шлеме с дубовым листом, что также является традиционным мотивом этих пехотинцев. Мертвая курица – символ поверженного противника. Кстати, желтый цвет часто ассоциируется с победой. Если всмотреться, то можно найти и самого художника. Он выглядывает из-за плеча стрелка в цилиндре. Название «Ночной дозор» придумали искусствоведы в XIX веке. Они достали полотно из запасников, увидели, как фигуры выступают на темном фоне, и подумали, что Рембрандт изобразил ночь. И только при реставрации, проведенной в 1947 году, обнаружилось, что за годы картина успела покрыться слоем копоти. Аллах потемнел. После расчистки выяснилось, что сцена на самом деле происходит днем, что время действия не более двух часов дня. По одной из версий, поводом для написания полотна, причем в то время подобные групповые портреты заказывали другие общества, был визит Марии Медичи в 1638 году. Несмотря на то, что ее изгнали из Франции по приказу ее же сына, Людовика XIII, в Амстердаме ее приняли торжественно. Словом, в этом зале картина провисела до 1715 года. Затем ее перенесли в Амстердамскую ратушу. Чтобы полотно уместилось в новом помещении, его подрезали. Обычное дело, кстати, для XVIII века. Далее картину переносили с места на место, в зависимости от военной обстановки. Пока в 1885 году она не оказалась в другом музее, где находится и сегодня. Во время Второй мировой войны холст прятали в замке Радбаут, медиам блики к северу от Амстердама. Почему-то принято считать, что после ночного дозора популярность Рембрандта пошла на спад, а жизнь под откос. Однако никаких документальных подтверждений тому, что именно картина всему виной, нет. Более того, тот же Кох впоследствии заказал художнику акварель для своего личного альбома. Однако то, что количество заказов действительно постепенно сходило на обыль, правда. Причин тому могло быть несколько. Например, смена тренда. Платежеспособная публика, которая еще вчера выстраивалась к художнику за портретами, внезапно устала от мрачных тонов и захотела видеть яркие цвета и красивую жизнь, как у Антониса Ван Дейка. Кроме того, не стоит забывать, что коммерческий успех к Рембрандту пришел после брака с Саскией, дочерью бургомистра. Этот союз открыл художнику двери особняков, зажиточных дургеров. А кузен Саски был арт-дилером Рембрандта и приводил ему знатных клиентов. По печальному стечению обстоятельств Саския скончалась в 1642 году, в том же году, когда был закончен ночной дозор. После этого художник уже ничего не связывал с почтенным семейством. Он потерял покровители и, как результат, клиентуру. После 1642 года в жизни Рембрандта одно за другим происходит печальное событие. Ни денег, ни славы, ни работы. Последним ударом стала смерть сына. Поздние работы написаны на основе библейских сюжетов. Поиск соответствий, которым Библия до сих пор занимает исследователей его творчества. Датировка последних произведений условна. Обстоятельства их создания окружены тайной. Одной из неразрешимых проблем до последнего времени оставалось огромное число копий и репликс его полотен. Так, например, известные 10 версий картины Иуда возвращает 30 серебряников, которые невозможно однозначно атрибутировать определенному художнику. Что до картины «Ночной дозор», то ее приключения продолжаются. 13 января 1911 года мужчина, казалось бы, ни с того ни с сего достал нож, которым обычно работают сапожники, и полоснул им по картине. В 1975 году произошел второй инцидент. На этот раз полотно атаковал безработный учитель. Он хладнохромно нанес несколько ножевых ранений к картине. Реставраторам понадобилось 4 года на восстановление холста. В целом, ущерб сведен к нулю, но если подойдете поближе, то можно разглядеть следы нападения. В 1990-м еще один злоумышленник пронес в музей баллончик с кислотой и окропил ею шедевр Рембрандта. Охрана успела частично нейтрализовать кислоту водой. Был поврежден только слой лака. Его легко восстановили. Продолжение следует...